Самое большое количество подъездов, которые вошли в программу губернатора, находятся в городском поселении Одинцова, пока от общего объема ремонтных работ завершена только половина объектов. Город каждый день наращивает темпы, тем более, что времени остается все меньше. Ремонтные работы должны быть завершены до декабря. Сегодня мы видим, что полным ходом идет реализация программы губернатора по ремонту подъезда в нашем районе. Если помните, это цифра до 1199 подъезда должен быть отремонтирован. К сожалению, пока мы можем нафиксировать только 621 подъезд, который уже завершен и работа, по которому завершены. На 336 подъездах работают, ведут сами в разной степени готовности. Еще по исполнению программы существенно тянут показатели вниз военные городки. Наладить конструктивный диалог с ними пока так и не удается. На это брошены все силы властей. Все, что не связано с своими городками, мы однозначно сделаем. И думаю, что если в ручном режиме каждый из вас будет управлять процессом, то до 1 декабря тоже реально поднять этот танец. Что касается военных городков, так же просить мы к ним имеем права продолжаем писать письма и обращаться в Министерство обороны. Так же просим мы их поддержки у Дмитрия Владимировича на уровне межпоездственного взаимодействия с Министерством обороны, тоже посодействовать нам в решении этого органов. Сейчас уже активно идет формирование списка подъездов, которые войдут в программу по ремонту на следующий год. И в этом вопросе основная нагрузка лежит именно на жителях. Только собственники могут решить и попросить местную администрацию, чтобы их дом вошел в губернаторский проект. Одним из условий участия в программе того или иного подъезда является наличие софинансирования со стороны жителей. В этом году софинансированием у нас было трудно, жители не хотели участвовать, потому что не было уверенности в том, что данная программа будет работать. Но на сегодняшний день жители увидели результат и уже готовы по рублем участвовать в этой работе. Глава района подчеркнул, что все работы по ремонту подъездов должны быть завершены точно в срок. Отчеты о ходе выполнения программы руководители поселений будут предоставлять регулярно. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.